Де-факто на телеканале Беларусь4 в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В Гомельском районе утонул 22-летний молодой человек. Спасатели получили сообщение об инциденте вечером 16 июня. Когда работники МЧС прибыли на озеро в деревне Оссовцы, на поверхности воды уже никого не было. Через полчаса тело молодого человека извлекли водолазы. По словам очевидцев, молодой человек утонул в 10 метрах от берега. Предварительно установлено, что он отдыхал в компании. Алкоголь в ней не употребляли. Трагедия произошла, когда молодые люди решили переплыть озеро. Парень доплыл до середины водоема и решил вернуться. Но не хватило сил. Вчера в 18.45 поступил звонок на пульт МЧС о том, что в районе деревни Оссовцы на озере тонет человек. В 19.22 водолазами МЧС было поднято тело. Им оказался житель города Гомеля 22 года. Что в дальнейшем произошло, уточнит следствие. Хотелось бы еще раз обратиться к гражданам нашей республики о том, что температура стоит очень высокая. И если вы погружаетесь в воду, хотя бы предварительно привыкнете к воде, окунитесь, не заходя глубоко в воду. Потому что возможны спазмы, из-за которых может наступить утопление. Прошлой ночью компания Гомельчан самостоятельно обезвредила хулигана с ножом. Перед этим нападавший успел избить пассажира такси. Пьяный мужчина подошел к авто, в салоне которого уже был человек. Новый клиент собирался сесть в машину. Таксист объяснил, что занят. Это не понравилось незнакомцу, и он попытался ударить водителя. В конфликт вмешался пассажир, но получил удар по лицу. После этого нападавший убежал. На ближайшей стоянке подозреваемый подошел к компании, рассказал о ситуации и попросил за него вступиться. Чтобы прохожий отстал, молодые люди согласились ему помочь. Сначала мужчина решил постоять рядом, но через несколько минут снова подошел к парням и попросил дать ему позвонить. Незнакомцу отказали. Тот разозлился и начал настойчиво требовать телефон, угрожая ножом. Мужчина действительно достал нож, пошел с ним на компанию. Молодые люди не растерялись, выбили оружие, скрутили нападавшего и вызвали милицию. Задержанным оказался 35-летний неработающий житель Гомеля. Ранее судимый за кражу. Следователи дали правовую оценку его действиям. Возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство. В Рогачевском районе пенсионерка оступилась и упала в питьевой колодец. Самостоятельно выбраться она не смогла. До прибытия сотрудников МЧС женщина 1940 года рождения находилась по плечи в воде и держалась руками за стены колодца. Спасатели помогли пострадавшей выбраться. Сельчанка госпитализирована. В Гомеле по видеокамерам раскрыты сразу две кражи. В гипермаркете по улице Свиридова мужчина увидел, как у женщины выпал из сумочки кошелек. Он дождался, пока она отойдет, и подобрал его. Покупательница обнаружила пропажу и вернулась в магазин. Когда поняла, что никто ничего не вернул, позвонила в милицию. Оперативники проверили камеры наблюдения и установили личность подозреваемого. 36-летний гомельчанин задержан. Похищенное у него изъяли. За минувшие сутки в Ельском и Чечерском районах ликвидировано два лесных пожара общей площадью более 2,5 гектаров. Одно возгорание зафиксировано в жилом секторе. В Ветковском районе горел жилой деревянный дом. Огонь уничтожил кровлю и потолок, а также повредил имущество внутри строения. Пострадавших нет. Вероятная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Это все новости на сегодня. Берегите себя и оставайтесь на Беларусь4.